Привет! После непродолжительной осенних андрей и некоторых перестановок мы продолжаем нашу рубрику. В сегодняшней подборке приложений я расскажу об интересных новинках от Google, приложении для создания сайтов, фитнес-треке для лентяев и игре, от которой я не отрываюсь уже третью неделю подряд. Кстати, все эти приложения абсолютно бесплатны, что добавляет им очков привлекательности. Поехали! Google Inbox Новый почтовый клиент от корпорации Добра уже прилично наделал шум и создал массу мифов вокруг себя. Главные вопросы касаются того, будет ли Inbox отдельным приложением или заменит собой Gmail. С точки зрения внешнего вида, это очень приятная программа, выполненная в Material Design. Особыми отличиями являются интеграция с карточками из Google Now и отображение напоминаний над вашим списком почты. Также были добавлены различные категории и функции автоматической сортировки сообщений в соответствии с ними. Лично мне очень понравился новый формат отображения писем с вложениями. В целом, все выглядит довольно свежо и работает неплохо. Inbox очень напоминает Mailbox. Вскоре, возможно, они станут серьезными конкурентами в борьбе за приверженность пользователей. Inbox можно скачать с Google Play уже сейчас, но работать он будет только после получения приглашения. Запросить инвайт можно у друга или непосредственно у Google. Мне приглашение пришло через 4 дня после запроса. Серьезным недостатком на данный момент является отсутствие поддержки корпоративной почты. С этим еще предстоит разобраться. Jimdo. Не так давно, на страницах нашего сайта мы публиковали пресс-релиз, в котором рассказывали о программе для создания сайтов прямо на мобильных устройствах под названием Jimdo. Естественно, я не пренебрег шансом опробовать ее в деле. Итоговый результат оказался очень неутешительным. Среди позитивных моментов стоит отметить простоту создания сайта. Вам предлагают примитивную блочную структуру, с которой вам предстоит работать. Можно выбрать из трех размеров шрифта, форматирование текста по углам или по центру. Есть теоретическая возможность создавать галереи изображений. Но на практике вы будете получать непонятную ошибку об отсутствии интернет-соединения, даже когда оно на самом деле есть. Как можно было выпустить столь сырой продукт, остается загадкой. Сгодится такая программа для микроблога. Самое справедливое утверждение о том, для чего предназначена платформа Jimdo. Ну, на худой конец для сайта-визитки. Функциональность очень скудная, и возможностей в обычной версии мало, а багов достаточно. Вскоре вам также пришлют предложение бесплатно опробовать Pro-версию в течение 14 дней. Но я отказался, просто не видел смысла. Увы, Jimdo это продукт с интересной задумкой, но очень хромающей реализацией. Google Fit С популяризацией платформы Android Wear все бросились выпускать носимую электронику и пропагандировать здоровый образ жизни. Google Fit это кроссплатформенное приложение для мониторинга вашей физической активности. Для начала оно попросит вас указать рост, вес и предпочтительные единицы измерения. После, приложение будет считать пройденное расстояние и помогать вам достигать результатов в тренировках. Программа все еще находится на стадии развития и вскоре будет поддерживать множество спортивных устройств и экспорт данных из других приложений для фитнеса. Отслеживая ваше местоположение, Google Fit любезно уничтожает заряды вашего устройства, поэтому советую учитывать этот момент. Moves Moves это фитнес-трекер для ленивых. Именно такие строки я прочел когда-то на одном из IT-ресурсов. Автор этих строк был исключительно прав. Moves, по аналогии с Google Fit, подсчитывает пройденное вами расстояние за день и уведомляет вас вечером об успехах. Кроме расстояния, он также показывает отрезочками карты весь ваш маршрут. Что стоит о нем сказать? Он просто работает. Серьезно. Я просто запустил его около месяца назад на своем смартфоне и теперь каждый вечер вижу результаты, что несомненно мотивирует меня лишний раз пройти спешочком. Сервис также поддерживает синхронизацию с другими приложениями, но этот пунктик я не проверял. Moves хранит историю ваших достижений, что помогает отмотать дни в календарике и посмотреть сколько вы проходили раньше и на что вы способны сейчас. Hungry Shark Evolution Уже третью неделю подряд я не помню, что мне читали преподаватели на лекциях. Я не помню, о чем говорили окружающие в метро. Я лишь помнил о том, что нужно собрать еще несколько тысяч золотых, чтобы открыть новую акулу и выполнить больше достижений. Эта игра довольно старая и уверенно сидит в топах Google Play, но особый шарм она приобрела именно после недавних обновлений. Суть довольно тривиальна. Вам нужно поглощать морскую живность, откармливая вашу акулу и зарабатывая золото. На золото можно улучшить существующую акулу или купить новую. Более крутые акулы имеют больше здоровья, сильнее кусают, глубже ныряют, так что стимулов достаточно. Добавим сюда систему улучшений и покупку предметов в магазине, а также постоянные изменения баланса, привносящие элементы новизны в игру. Hungry Shark Evolution это не просто таймкиллер. Это довольно увлекательная игрушка, которая позволяет расслабить мозги после рабочего дня. Присутствует примитивный мультиплеер и необязательные игровые покупки. Благодарим компанию LG за предоставленный демонстрационный планшет LG G-Pad 10.1 для нашей еженедельной рубрики. Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok